Нойз МС Я удивился, когда мне в чате для платных подписчиков написали, что новинка у Нойза, но новинка это условно сказано У него новое видео, это лайв, живое исполнение песни Voyager Наверное, моей любимой песни Нойз МС Или как минимум одной из двух любимых моих песен Нойз МС Лайв в Нью-Йорке Я на всякий случай каждый раз это рассказываю Это уже ставшая легендарная гитара Все концерты, которые на ней сыграны, запечированы здесь И в этом году, поскольку места уже не осталось спереди, я продолжаю работать с новой Ну, кстати, ко всем роликам, ну понятно, что это еще с американского тура Практически ко всем роликам Ваня стал шить английские субтитры В 2024 только что отыгран концерт в Нью-Йорке Початка называется Сандаунсер Столько лет прошло, а холод жжет в груди Эй, земля алоэ, бой от жер один Выходи Вау Вы заметили? Вы заметили? Да, похер, он там просто подшивает английские субтитры к моменту, где он рассказывает про гитару Чтобы люди, которые не владеют русским языком, могли понять, о чем он говорит Субтитры песни зарифмованные, ребят Cruel Eternal Cold То есть, если вы посмотрите, оно зарифмованное Years have come and gone Can you hear me call? То есть, это Чуть ли не затравка на то, что эту песню вообще и на английском исполнить можно Вот первые там три или четыре строчки, они зарифмованные И плюс Hello Ground Control Этого вообще близко нет в оригинале Это вот адаптация под западного слушателя Это прямая отсылка на Дэвида Боуи Нежно любимую мной песню Space Oddity У меня на основном канале есть разбор песни Space Oddity с переводом Где, собственно, вот в песне звучат радиопереговоры Ground Control to Major Tom И вот это Ground Control, оно вызывает неконтролируемые ассоциации с песней Space Oddity Дэвида Боуи А Нойз с большим пиететом относится к Дэвиду Боуи Настолько, что он песню Дэвида Боуи переводил на русский язык и исполнял на альбоме Выход в город Песня Человек, который... Бизнесмен, что продал мир То есть он прям адаптирует вот это под западного слушателя Под человека, который реально не понимает русский язык Но он для него делает рифмованный перевод И потенциально, может быть, мы с вами услышим Вояджера на английском Вот это было бы гиперинтересно Иди на связь, срочно выходи Просто субтитры довольно сильно расходятся с русским текстом В угоду тому, чтобы это в размер ложилось и рифмовалось Оно продолжает рифмоваться Я как Second Hand, а мне надо First Я не знал, но гость изучаю здесь В неземную жизнь через линзы слез И звучит, как месть, тишина в твоем ответе В моем горле Combs, Юпитерболь Размером сто квадратных световых тысячелетий Я не на твоей орбите Меня сносит звездный ветер вдаль За горизонт твоих событий Метер и клином сходится свет На дальней точке, там позади На самый лучший Behind the scientists Но он реально Интересно, он сам это делал Или он все-таки обращался к профессионалам, чтобы ему перевели его текст Если сам То, ну, ребята, ждите англоязычный альбом от Нойза Он сто процентов вывезет Понимаете, гораздо сложнее существующую песню запихнуть в другой язык, чем написать новое Ой-ой-ой Ой, как интересно Из возможных планет Да только там ее давно уже нет Ее уже не найти Клином сходится свет На дальней точке, там позади На самый лучший из возможных планет Да только там ее давно уже нет Там только призрачный след Ребрами прикрыв черную дыру Все наши миры прямо в ней сожру Ни один фотон не сбежит уже Два ктиллиона тонн грозом на душе Как-то ведь тащу, надо же Я тебя прошу, хоть один сигнал Импульс хоть один Выходи на связь Срочно выходи Мне не вывести Вакуум кругом, я в нем по уши Эй, земля, алло Милый дом, услышь, мой бой уже Это Войджер Тишина в твоем ответе В моем горле консью Питерболь Размером сто квадратных световых тысячелетий Я не на твоей орбите Меня сносит звездный ветер вдаль За горизонт твоих событий И клином сходится свет На дальней точке, там позади На самой лучшей из возможных планет Да только там ее давно уже нет Ее уже не найти И клином сходится след На дальней точке, там позади На самой лучшей из возможных планет Да только там ее давно уже нет Там только призрачный след Нет, ее уже не найти Вау Вот это звучит плохо Вот эта часть, по-моему, разрушает атмосферу полностью Спасибо Спасибо Очень круто, очень красиво Вот эта перегруженная грязная часть в конце, мне кажется, лишней Вы знаете Ну, во-первых Повторяю то, что говорил до прослушивания Это одна из моих любимых, если не любимая, песня Нойза Одна из двух любимых Там, в зависимости от степени депрессивности моего состояния Это либо Voyager 1, либо в темноте Но скорее, ну, чаще Voyager Мне захотелось сделать гадость Вот я вам честно скажу Мне захотелось сделать гадость Когда я это все услышал и посмотрел Мне прям захотелось взять вот этот англоязычный текст Нойза Зарифмованный Вроде он в размер весь Ну, естественно, я вот так в лайве не могу считать прям в размер Все ли или нет Но какие-то моменты я проговаривал под себя, пропивал В голове и такой Ну, оно и в размер ложится Да, чуть-чуть по-другому Но это нормально для переведенной песни Мне захотелось взять вот этот текст Загрузить его в Суна и в нейронку, которая песня по тексту пишет И посмотреть, что получится Вот на этот текст Зазвучит ли оно и как оно зазвучит Очень хочется сделать гадость Но было бы очень интересно посмотреть в Ванином исполнении на это О чем, по-твоему, эта песня? Это песня про одиночество Это песня про жизнь Про самоощущение Чем старше ты становишься Ну, вся эта песня — это метафора пути Ты вылетаешь из дома Из места, которое тебе родное И летишь куда-то в абсолютную черноту и неизвестность И чем дальше ты отлетаешь Тем меньше вокруг тебя связей, людей, близких Тем острее ощущается это одиночество И... Ну, это очень пронзительно Очень депрессивно Очень мрачная песня Которая при этом очень умиротворяющая И очень красивая Для меня это вот этот вопль в космической пустоте Тихий И при этом вот здесь Ваня Очень раскрывает свою манеру У него с возрастом она появилась У него раньше не было ее А потом она все чаще и чаще У него появляется в песнях Если отследить Когда он вместо того, чтобы просто петь Он вот У него вот так вот зажимается нижняя челюсть И он буквально сквозь зубы поет Жжатый вот это вот Эта краска, конечно, добавила ему очень много То есть это прям, ну, новый выразительный прием В его арсенале Пишут, НАСА смогла связаться с Вояджером? Да, слушайте, это очень хорошая новость Потому что последнее, что я слышал Что они как раз потеряли Вояджер Ну, в смысле, потеряли сигнал с ним И, ну, если они снова вышли на связь с Вояджером То это очень хорошая новость Я, когда впервые услышал эту песню Думал, что она про миграцию Но есть один момент Она вышла до миграции Нойза Она вышла, по-моему, в 21-м году У новой миграции она ощущается острее Это правда Когда он сделает англоязычный альбом Я в этом не сомневаюсь Интересно было бы глянуть разбор отличий в текстах с оригиналами Если это будет альбом его существующих песен Переведенных на английский Тогда будут оригиналы Мне бы гораздо больше хотелось услышать альбом новых песен Банни Нойза на английском Которые изначально написаны под английский язык А не, ну, с компромиссами, ужиманиями переведены С оглядкой на оригинал Мне бы хотелось увидеть новые песни Которые изначально написаны под английский язык А, даже в 2020-м она вышла Да, в 21-м вышел альбом На котором был Вояджер А Вояджер же синглом выходил Значит, в конце 20-го мог выйти, да Очень часто у творцов так бывает Что ты пишешь песню И потом, годы спустя Ты либо осознаешь Про что она для тебя теперь Песня становится про что-то другое Либо Есть такой эффект Самосбывающего пророчества Очень часто Если ты спросишь артиста Про что его песня Которая вышла год назад А потом через 10 лет Спросишь его про ту же самую песню Ты слышишь два кардинально разных ответа И это не будет лукавством Просто когда ты пишешь песню Она для тебя про одно А потом внезапно Ты понимаешь, что ты написал И про что это на самом деле Подсознанка очень хитро работает В этом плане Он уже очень давно Подкрадывается к песням на английском Но как-то все вокруг До около Давно Больше 10 лет, я бы сказал Первые англоязычные припевы Там Вставочки у него были Больше 10 лет назад В треках Он очень давно К этому подкрадывается У него были и треки Фулл на английском Там с десяток лет назад И Ну понятно, что страшно Для Вани Нойза Все-таки основной инструмент Рабочий Это русский язык И вот так взять его И поменять Это страшно Страшно облажаться Страшно, что тебя не примут Это же по сути Ну заново начать Гость изучаю здесь В неземную жизнь Через линзы слез И звучит, как месть Тишина в твоем ответе В моем горле Коунс Юпитерболь Размером в 100 квадратных